Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! На извечный шахматный вопрос, что лучше слон или конь, грамотный шахматист ответит примерно так. Все зависит от конкретной ситуации и расположения пешек на доске. В открытых позициях дальнобойный слон, который может одновременно воздействовать на два фланга, как правило, оказывается сильнее неповоротливого коня. Но в позициях с замкнутой пешешей структурой, особенно если у одного из соперников слон плохой, конь оказывается сильнее. Сегодня мы с вами рассмотрим классический пример на тему борьбы слона против коня. Это известнейшая партия 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, которую он сыграл в Линаресе в 1981 году против известного игославского гроссмейстера Любомира Любоевича. В этой партии Анатолий Карпов применил свою любимую защиту каракан. Любомир Любоевич сыграл белыми Е4, в ответ получил С6, Д4, Д5 и конь С3. В наше время на наивысшем уровне обычно играют Е5, закрытую систему, ну а тогда классическая система, которая получается после ДЕ, конь Е4, слон Ф5, была весьма популярна. Белые играют конь Ж3, нападая на слона, тот отходит на Ж6, конь Ф3, конь Д7, Х4 и Х6. Белые задвигают свою пешку на Х5, далее следует ход слон Х7 и после слона Д3 размениваются белопольные слоны. Зачастую черные ставили своего ферзя на С7, но впоследствии чаще стали делать ход Е6. Идея этого хода состоит в том, что после слона Ф4 белые не могут сохранить контроль над диагональю Х2, Б8, потому что есть такой неприятный шаг ферзя 5. Конечно, здесь можно ответить ходом С3, но тогда черный ферзь стоит на А5 и контролирует сразу две белых пешки, что затрудняет рокировку как на ферзевый, так и на королевский фланг. Поэтому обычно отвечают слон Д2 и ферзь перемещается на С7, слон же белых пока на Ф4 стать не может. Далее следует длинная рокировка, конь Ж6 и здесь план продемонстрированный Ефимом Геллером в середине 60-х годов. Конь Е4, 3-0 и Ж3. Таким образом, белые хотят возобновить контроль над диагональю Х2, Б8, поставив своего слона на Ф4 под защиту пешки. В этой ситуации основной альтернативой сделанному карповым ходу конь С5 является взятие на Е4, как против Геллера сыграл Уорд. Далее следует ферзь Е4, слон Е7, король Б1, полезный ход ладья ХЕ8, С4, С5 и все-таки слон Ф4. Черные закрываются слоном, белые ставят коня на поле Е5 и происходит размен на этом поле. Слон отошел на Ф8, слон Е3. Ну и дальше возникает типовое окончание. После король С2 у белых небольшой перевес. Ну и впоследствии Геллер сумел эту партию довести до победы. Но здесь Анатолий Карпов действует иначе. Он пользуется противостоянием своей ладьи и белого ферзя по вертикали Д и играет конь С5. Таким образом размениваются фигуры, конь БЦ5 и слон БЦ5. И в то время в этой ситуации белые еще не нащупали правильного плана борьбы за перевес. Он состоит на движении пешки на поле С4 и после слон Б6, С2 на С5, сыграет слон А5, слон С3. Ну и дальше на ладьи АШ8, король Б1, А6, ферзь С2. Все это было в партии Таль Майлз. Таль впоследствии получил перевес, но партию все-таки проиграл, что к дебюту особо не имеет отношения. Но ферзь С4 сыграли белые, нападая на этого слона и пешка, и ферзем. Поэтому слон Д6, ферзь А4. Сейчас пешка на А7 под ударом, поэтому Карпов отходит королем, защищая ее. Конь Е5. Здесь совершенно ясно, что сразу меняться на Е5 смысла нет. Потому что после слона Е5 ДЕ выиграть пешку не удастся. На ферзь А5, конечно, последует связка слона Ф4 и партия заканчивается. Поэтому Анатолий Карпов ставит своего коня на Д5, таким образом выманивая белую пешку на поле С4. И имея в виду перевод коня на Б6, где он будет прогонять белого ферзя. Ф4 ставит белые на это поле свою пешку. Слона на данную позицию поставить им в этой партии не удалось. Конь Б6, ферзь Б3 и слон бьет Е5. Уже здесь Анатолий Карпов видел очертания грядущего Эншпиля и надеялся, что его конь будет сильнее слона соперника. Ведь после ДЕ пешечная структура белых на королевском фланге делает этого слона плохим. Далее, конь Д5. В этой позиции централизованный конь белых, конечно же, вызывает на себя огонь. И после хода С4, явно не лучшего, потому что оставляются поля Д3 и Д4, Карпов постепенно захватывает преимущество. В этой позиции Любомиру Любовичу можно было сыграть ферзь Ф3, пока не выдвигая пешку на С4. И далее на ладья Д7 контратаковать на королевском фланге. Все-таки их пешка на Х5 выполняет свою функцию фиксации королевского фланга черных. Ну и эта слабость на Ж7 привлекает к себе внимание сильнейшие фигуры белых. Ну и дальше на возможное ладья ХД8 может последовать ферзь Б3, далее ферзь Б6. И вот в этой позиции такой, казалось бы, правильный ход, как ладья ХЕ1 ведет к проигрышу, ввиду очень красивого конь Е3. Тут теряется качество, потому что на взятие на Е3, понятно, жертвуем ферзя. Ну и дальше на взятие на Е3 вот такой вот мат. Ну а если сыграть ферзь Ж4, то черные все равно на Е3 ставят своего коня. Далее слон Е3, ферзь Е3, шаг, король Б1. Ну и вот в этой позиции, конечно, можно блеснуть вот таким вот ходом, как ферзь Ж3. С идеей отвлечь белого ферзя от защиты ладьи Д1 и поставить мат по первой линии. Но белые, конечно, могут забрать ладью и на ДС. Ну и дальше на взятие на Ж4 забрать на Д8 с шахом, ладья ХД1. Получается довольно сложное окончание, две ладьи против ферзя, оно примерно равное. Ну а тут другой план. Можно забрать на Д1, если не брать на Ж3. Взяли на Д1, взяли, взяли, король С8. Получается примерно равное ферзевое окончание. Этот вариант указывает сам Карпов, но Любович сыграл иначе. Он пошел С4 и дальше после хода КЕ7 поставил слона на Е3. Черные же играют С5, сужая радиус действия легкой фигуры белых. Ну и дальше на ладья Д8. Ладья Д8 в распоряжении черных был ход Ж4. Но тогда очень сильно ослаблялась белопольная диагональ Х1А8. И черные после ферзь С6 захватывали инициативу. Слишком много слабостей у белых на королевском фланге. Поэтому ладья Д1 играет Любович, строго на размены. Ферзь бьет Д1. У белых тоже весьма активный ферзь. Он может пойти на Ж4, в то же время контролирует вертикаль Д. И может быть переброшен на диагональ Х1А8 в один прием. Черные играют Б6. И вот в этой ситуации можно было сыграть Ж4. Идея состоит в том, что на ферзь С6, ферзь Д8, конь С8 ферзи соперников примерно равны в своей активности. И в дальнейшем уничтожение пешек королевского фланга приведет либо к тотальным разменам, либо к вечному шаху белому королю. Поэтому белые могли сыграть Ж4 и, видимо, должны были так играть. Но Любович пошел в ферзь Д3. Его идея пробраться к пешкам королевского фланга черных по диагонали Б1А7. Но Карпов, конечно, не позволяет этого сделать своему сопернику и играет Ж6. Черные постепенно устанавливают тотальный контроль над белыми полями на королевском фланге и в центре. И здесь нельзя играть Ж4. Дело в том, что после размена на поле Х5 следует КНФ5, слабость на Х5, также плохой слон. Все это делает позицию белых очень и очень трудной. Но здесь белые сыграли ХЖ, далее ФЖ. И вот в этой ситуации уже можно было сыграть, например, ФЕ4. Несмотря на то, что некоторые позиционные факторы сейчас уже на стороне черных, запас прочности позиции белых весьма велик. Ну и дальше на КНФ5, слон Ф2, Х5, кажется, черные добились максимума на королевском фланге. Но после КНЦ2 доказать свое преимущество черным не так-то просто. Эта позиция примерно равна, ну хотя, конечно, практические шансы на борьбу за победу у черных здесь колоссальные. Но белые здесь сыграли А3. Возможно, Любович хотел сыграть Б4. Карпов этому мешает ходом А5. И далее Б3. Анатолий Карпов полностью фиксирует пешечную структуру белых на королевском фланге кодом Х5. Далее ФЕ4, КНФ5, слон отошел на Ф2 и ФД7. Черные фигуры развили максимальную активность. Сейчас уже ФЕ готов поддержать продвижение черной пешки. Ну и здесь вполне возможно было сыграть КЦ2. Если бы белым играл компьютер, то этот ход был весьма вероятен. Дело в том, что даже если пойти А4 и вызвать Б4, после размена сыграть А3, то белые могут удержаться. Например, КБ3, не давая Ферзю стать на А4. Далее А2. Ну, понятно, в случае взятия на А2 последует Ферзь Д2 и далее выигрывается слон. Но белые могут пойти ФЕ1 и, как ни странно, здесь позиция держится. Даже после шаха Король бьет А2, ФС4, Король А3. Вот в этой ситуации плана на выигрыш за черных найти не удается. Но понятно, что эту партию играют не машины, а люди, хоть и очень сильные. И Любоевичу угроза А5, А4 показалась весьма опасной. Он на это поле поставил свою пешку. Имея в виду в далеком будущем контратаковать пешку Б6, стоящую на черном поле. Но здесь черный играет Король С7. Все свои фигуры активизирует 12-й чемпион мира. В этой ситуации он ставит своему сопернику достаточно простую ловушку. Дело в том, что активизация Ферзя ходом Ферзь А8 ничего белым не дает. Так как после хода Ферзь Д3 активность белой фигуры на Ферзьевом фланге ни к чему не приводит. После Ферзя А7 Король С8. Сейчас мы видим, что угрожает Ферзь Ф1 с выигрышем слона. Поэтому взятие на Б6 невозможно. И белые вынуждены шаховать, но вечного шаха не оказывается. Ферзь Б8 Король Ф7. Ферзь Б7. И конь Е7. Черный конь очень удачно защитил Короля от нападения белого Ферзя. Ну а все слабости белых на королевском фланге в центре, а также на Ферзьевом фланге защитить не удается. У черных уже выигранная позиция. Поэтому Любомир Любович подтягивает своего Короля. Но оказывается, что на поле С2 он расположен крайне неудачно. После Ферзь Д8, это очень точный тихий ход, который сочетает в себе сразу несколько угроз. У белых уже очень серьезные проблемы. Дело в том, что с начальной позиции черный Ферзь контролирует одновременно поле А8. Это единственное поле, с которого белый Ферзь мог проявить активность на Ферзьевом фланге. А также Ж5 и поддержит продвижение черной пешки на это поле, что приведет к образованию либо проходной на королевском фланге, либо к образованию дальнейших слабостей в позиции белых. Здесь не так-то просто белым дать хороший совет. Дело в том, что на ход Ферзь Д3 последует Ферзь А8. И черный Ферзь сам активизируется по диагонали H1 А8. Ну а у белого Ферзя нет удобных полей вторжения по вертикали Д. Если же в этой позиции сыграть Ферзь Ф3, просто стоять на месте, то черный активизирует своего Ферзя, используя как раз положение белого короля на С2. И могут пойти Ферзь Д4. Понятно, что в случае взятия на Д4 следует Вилка, Конь Д4, черный остается с лишним конем. Но если отойти Ферзем, то Ферзь А1 и уже черный Ферзь настоящий пират на ферзевом фланге белых. Поэтому здесь белые сыграли король С1. Любович вынужден стоять на месте, в то время как Карпов проводит усиление своей позиции. Он играет Ж5. Если сейчас просто стоять на месте, например, король С2, то тогда последует не взятие на Ф4, потому что белые заберут своим Ферзем, а Ж4. И сейчас угроза Х4, Х5 очень сильна. Таким образом, черные образуют проходную по вертикали Ж или по вертикали Х. Поэтому Любович забрал на Ж5, после Ферзь Ж5 следует король С2 и Конь Е7. Решающая перегруппировка фигур. Сейчас Конь стремится то ли на С6, то ли на Ж6, после чего Пешка Е5 будет обречена. В этой ситуации белые решают связать коня ходом Ферзь А7. Здесь Карпов вполне мог выиграть Пешку в довольно приятной для себя редакции. Например, пойти Ферзь Ж6 и дальше после размена. Мы видим, что Пешка незащитима. Слон Е3, король Д7, слон Ж5, Конь Бет Е5. Эта позиция для белых очень-очень неприятна, потому что все-таки здесь лишняя Пешка на стороне черных. Но Анатолий Карпов делает все с максимальными удобствами. Он хочет разменять Ферзей на поле Ф5, а Пешка Е5 никуда от него не уйдет. Король Д7 сыграл 12-й чемпион мира, далее Ферзь Е4 и Ферзь Ф5. Конечно, после связки Ферзей так или иначе меняются. Белые играют Ферзь Д3 в надежде разменяться на этом поле и чуточку подтянуть своего короля к центру. Но черные просто отходят королем на С6. В этой ситуации взятие на Е5 Ферзьем сохраняло вот эту связку Ферзь плюс Конь, что при атаке на белого короля было бы для белых очень неприятно. Поэтому Любович решает все-таки побить этого Ферзя и ЕФ. Именно вот этот ход. Идея этого продвижения состоит в том, что черные хотят на Е6 поставить своего короля и активизировать его, забрав пешку на Е5. Белые играют слон Е3, конь Ж6, после Е6 король Д6. Слон Ж5 и король бьет Е6. В этом окончании слон против коня у черных технически выигранная позиция, но Карпову нужно продемонстрировать всю свою блестящую технику для того, чтобы довести эту партию до победы. Сейчас контратака слон Д8 ничего не дает, ввиду Ф4. Если забрать на Б6, то мы просто бьем на Ж3. Ну и после взятия на Ц5 черные играют Х4. Вот эти две очень сильные связанные проходные пешки быстро решают исход партии в пользу черных. Ну а если здесь забрать на Ф4, то тогда конечно же сразу Х4, ну и эта крайняя проходная пешка неудержима. Просто ее нужно бить слоном и в итоге черные остаются с лишней фигурой. Поэтому белые играют король Д2 и Ф4. Анатолий Карпов вовремя продвигает свою пешку Ф, таким образом создает проходную по вертикали Х. Конечно в пешечный Эйншпиль переходить нельзя, после взятия слоном последует взятие конем. И дальше просто отдаленная проходная решит исход партии. Поэтому бьем пешкой, сохраняя легкие фигуры на доске. Х4, король Е3, Х3, король Ф3. Наконец белый король в квадрате. Но после хода король Ф5 оказывается, что белые не могут пошевелиться. Если в этой позиции сыграть слон А6, просто стоять на месте, то Х2 и после король Ж2 конь бьет Ф4. Взяли король Е4, слон Ж5 и конь Е6. Очень удачный ход, таким образом черные не только нападают на слона, но и не дают тому пойти на Д8. Ну а черный король явно ближе к белым пешкам, что решает исход партии. Поэтому белые здесь сыграли король Ж3, но Анатолий Карпов, конечно же, побил пешку конем. Очень красивый ход. Понятно, что на взятие слоном последует Х2, но здесь необходимо переходить в это пешечное окончание. Совершенно ясно, что удаленность белого короля от ферзьевого фланга решает исход борьбы в пользу черных. Поэтому слон Д8 сыграл Любович. Это отчаянная контратака. Он хочет скушать пешки на ферзьевом фланге. Конь Е2, шах, король Х3. И у нас вся борьба сконцентрирована на одном участке доски. На ферзьевом фланге после конь Д4. В этой позиции белые вполне могли повременить со взятием на Б6. Пойти король Ж2, но тогда король Е4. Король Ф3, король Д3, король Е1. Забрали. Король Д1, король бьет С4. В принципе, можно забрать на Б6. Сейчас это ничего не решает. Король С2, конь Д4. Король Б2, конь С6. Заставляем белых взять на Б6. И далее король Б4. В итоге черные выигрывают партию. Они продвигают пешку на С4, забирают пешку на А4. С двумя лишними пешками, хоть и разрозненными, эта позиция легко выигрывается. Но Любович сразу забрал пешку на Б6. И в ответ последовало конь бьет Б3. Картинная позиция. Конь защищает обе свои пешки. Ну а близость черного короля к ферзьевому флангу решает исход борьбы. Слон Д8, король Е4, король Ж4, король Д3, король Ф4, король бьет С4. Король Е4, король С3 и далее шах. Черные отходят королем на С2. Далее слон Е5 и в этой позиции С4. Король Е3 играют белые С3. В этой ситуации как бы ни играли белые, они попадают под коварные вилки. Например, на ход слон Ж7. Конь С5, король Д4. Вот такая вилочка на Е6. Если сыграть король Е4, то конь С5, король Д5, конь А4, король С4, конь Б2 и на ход король Б5, А4 мы завлекаем короля на Б4 и вилка на Д3. Любович же пошел слон Ф6 и далее следует ход конь С5. Черные хотят забрать пешку на А4. В этой позиции ход слон Д8 ничего не дает. Потому что последует не взятие на А4, это решающая ошибка, потому что после слон бьет А5, просто уничтожается пешка на С3, партия заканчивается в ничью. Нужно играть король Д1. После слон бьет А5, белые восстанавливают материальное равновесие, но пешка С неудержима. Слон Д2 и дальше конь Б3. Очень короткая диагональ у слона. Тут король прикрыл ему отход по этой линии. Ну а если в этой позиции сыграть король Б4, то забираем на А4, король С4, конь Б6, король Б5 и А4. Понятно, что в случае взятия пешка А просто идет вперед. Ну а если сыграть король Б4, то очередная вилка, после чего белые проигрывают. Ну а партия закончилась следующим образом. Король Е2. И в этом положении, конечно же, брать пешку на А4 нельзя. Так как после слона Д8, черные неожиданно упускают победу, потому что сейчас последует слон бьет А5. Ну и черные никак не успеют здесь перегруппироваться. Например, если сыграть король Б3, то мы бьем и после этого хода слон Д2 получается ничейная позиция. Но, конечно же, Анатолий Карпов свою победу не упустил. Он не стал торопиться со взятием пешки, а пошел король Б3. И в этой позиции Любомир Любович, ввиду неизбежной потери пешки А4, просто сдался. Вот такая замечательная партия в исполнении 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. В своем фирменном стиле он переграл Любовича и доказал, что в такого типа позициях конь сильнее слона. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Поэтому не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.